Привет! Ты видишь этот долбаный таймлайн и думаешь, как же он так долго может вжарить? Ладно, шуточки про Вайтенко это, конечно, здорово, но серьезно, взглянув на таймлайн, я бы сам, так сказать, удивился. Но в действительности, я прямо здесь и сейчас дам тебе всю необходимую информацию где-то за 15 минут, чтобы ты начал строить информационную архитектуру. А затем, если у тебя останется интерес, мы окунемся в подробности этой, так сказать, глубокой темы, и я порекомендую одну книжку в самом конце. В общем, начнем с того, что это такое и почему важно. Итак, на этот раз без истории. Информационная архитектура, далее я буду называть это ИА, это несколько понятий на самом деле. Но главное, что тебе нужно усвоить, это то, что ИА это про то, как структурировать информацию. Так, чтобы она была доступной, полезной и давала возможность сделать, собственно, то, зачем пришел пользователь. Логично, кто же еще? Быстро. Это про то, как расположить, организовать, объединить или наоборот разделить части контента так, чтобы было понятно, опять же, быстро, удобно и доступно. На самом деле, размер и детали ИА могут отличаться от проекта к проекту, но ее важность от этого не зависит, поскольку у каждого проекта и продукта есть конкуренты, мы все это знаем. А пользователь, ну, логично, не будет тратить 5 минут на поиск инфы или выполнение простой задачи, если у конкурента все делается, ну, так сказать, за минуту или меньше. Это банально нас всех бесит, и мы все порой сталкиваемся с этим, поскольку некоторые сайты или приложения, как и веб, так и мобильные, имеют сложную структуру, а некоторых, ну, банально все круто, просто доступно и понятно. В общем, теряя свое время, пользователь уходит от нас, бизнес остается, понятное дело, без бабла, и это плохо для всех нас. Для тебя, то есть, как будущего дизайнера или текущего проектирования, ИА полезная штука, поскольку ты уже заранее определишь сам и, соответственно, с командой вместе содержимое проекта, упаковав его в один из артефактов, то есть, так сказать, способов визуализации ИА, но это не макеты, а схемы, диаграммы или даже таблицы. А затем, когда ИА будет спроектирована, дальше тебе остаются, ну, простые действия, прототипировать и прорабатывать UI, отрисовывая детальные макеты, страницы, значительно, скажем так, меньше париться о том, как что-то расположить, ну, расположить, грубо говоря, части чего-то, чтобы было это понятно. В общем, дело в том, что твой классный какой-то дизайн будет терпеть всегда неудачу без соответствующей и проработанной ИА. Если пользователи сталкиваются, соответственно, скажем так, с первым плохим взаимодействием, они могут не дать второй шанс твоему продукту. Таким образом, хорошо продуманная ИА может просто-напросто сэкономить как время, так и деньги компании, которые, ну, собственно, деньги вот эти, в противном случае, компания потратила бы на исправление и улучшение. Все элементарно и просто. Давай посмотрим на то, как выглядит вообще ИА. Если мы говорим про какую-то картинку, то ИА – это чертеж, ну, структуры проекта, который используется в дальнейшем для проектирования макетов, уже детальных. Также все эти схемы, диаграммы и таблицы – это только для тебя и команды, чтобы понять и выработать единое понимание и структуру будущего проекта или существующего продукта, или для документации. Но важно понять то, что ИА, твой пользователь, не видит. Да и не нужно нам, чтобы он ее видел. Так как нам и ему нужно лишь то, чтобы он выполнил свою задачу или нашел то, зачем пришел к нам в продукт. Вот и все. Плохая ИА – это когда у тебя в продукте нужно сделать слишком много шагов для того, чтобы выполнить какую-то элементарную простую задачу. Еще это значит и то, что пользователи не понимают, и их смущают какие-то формулировки или названия, или даже предложения на сайте или в продукте, ну, приложении. Плохие результаты, там, поиска еще дополнительно, непонятные наименования или то, что пользователи вообще теряются в приложении и не понимают, где они находятся. Все эти показатели указывают на то, что ИА спроектировано плохо. Или над ней даже не работали. Кстати, примеры ИА ты можешь заметить легко не только в цифровых продуктах, по типу сайтов и приложений, но также ИА можно встретить в библиотеке, это отличный пример, на карте в метро, в словарях, в книгах, в меню, ну, какого-нибудь кафе, на автобусных станциях, расписание, я имею в виду, в аэропортах, в общем, в местах, где главная цель найти и понять необходимую тебе инфу. Кстати, в играх тоже. В общем-то, она везде. Следующий вопрос, которым ты можешь задаться, собственно, что нужно сделать до рисования ИА. И тут прям давай вот по шагам поговорим. Во-первых, нужно поговорить с заказчиком команды и, очевидно, провести интервью с потенциальными или текущими пользователями. Затем выделите выписать список топ-задач, самых часто используемых, повторяющихся или желаемых, если продукт еще не существует. Часто, если продукт уже есть или намечен редизайн существующего продукта, то нужно провести аудит контента и его инвентаризацию. То есть написать весь список компонентов проекта. И вот в этот список обычно попадают такие пункты, как пункты меню. Затем пункты каких-то подкатегории, заголовки, подзаголовки, метаинформация, кто автор контента, если он есть изображение, аудио, видео и другие форматы, которые уже используются в продукте. И где, собственно, все это находится. То есть ссылки. Этот список просто помогает определить основные, так сказать, компоненты, из которых состоит твой продукт, чтобы ты, как дизайнер, смог этот контент как-то правильно расположить. На макете, потому что, ну, это банально проще и быстрее, чем менять постоянно сам дизайн макета. Логично. Выглядит это как-то так на экране вот будет. Есть табличка с колонками, название страницы, название страницы в меню. Если есть, то укажи подменю, также укажи отдельной колонке, ну, куда ведет это. Дальше на твой сайт вглубь или приложение, или на внешний ресурс. Укажи ссылку и какие, собственно, мета-данные есть на странице. Тип контента, укажи автора, если есть. Когда последний раз обновляли страницу, какие компоненты дизайна используются. Ну и опционально можно указать комментарии. В общем, тут нет шаблона. Делай так, как считаешь правильным. Ну и вписывай то, что считаешь сам нужно. После этого попроси пользователей проголосовать за выделенные какие-то задачи. То есть, что из всего списка самое важное. Затем проведи открытую карточную сортировку. Это простой метод на самом деле. И если коротко, это метод, где ты заранее подготавливаешь список контента. Ну, продукта, понятное дело. Например, если это сервис по доставке продуктов, то ты можешь выписать слова банан, виноград, яблоки. И эти слова должны быть на каких-нибудь бумажных листочках. Ну или карточках, стикерах. А затем ты это все даешь, вот эти карточки, и просишь просто пользователей как-то их сгруппировать и назвать получившиеся группы на усмотрение, собственно, пользователей. Чтобы просто понять паттерны того, как пользователи думают, группируют все это и в целом ищут инфу, когда будут искать уже информацию в твоем продукте. С помощью открытой сортировки ты просто узнаешь новое для себя и команды. Или же ты проверяешь эти же идеи с закрытой карточной сортировкой. Опять же, если коротко, ты даешь те же карточки, но добавляешь к ним карточки дополнительные с надписями заранее написанных подготовленных категорий, которые юзеры соотносят опять-таки с друг с другом и думают, как бы они там расположили контент в эти категории заранее определены. Ну и если искали бы они инфу, исходя из того, что уже есть, выстраивая, так сказать, структуру продукта самостоятельно из заранее определенных терминов и категорий. И в целом каких-то рамок. С помощью закрытой карточной сортировки ты просто подтверждаешь предположения, свои или команды. Ну и в финале ты, собственно, рисуешь ИА с помощью чего и каким способом рисовать и визуализировать. Сейчас разберем. Следующий вопрос, который у тебя может возникнуть, а что рисовать? Ну какие артефакты? Вообще артефакты и их количество и детализация зависит от размера проекта. Ведь некоторые идеи банально могут быть простые и не требовать от тебя многого, как от дизайнера. Главное помнить всегда, что важно общаться. И все артефакты это повод поговорить и понять твою команду, клиента и пользователей. Вот и все. Давай рассмотрим самый простой артефакт. Ну, карта сайта. Это схема навигации по страницам. Карта сайта представляет из себя простую иерархическую схему, которая показывает все страницы сайта. Ну, или экраны приложения. Веб, мобильного, неважно. А также это и то, как эти экраны связаны между собой. Иерархия нужна для того, чтобы выделить и определить схожие категории контента, которые будут в продукте. Ну вот и все. И что касается вот этой иерархии, у карты сайта она будет либо плоской, когда будет больше секций в меню, зато понадобится, так сказать, меньше кликов, чтобы добраться до чего-нибудь интересненького. А делается это при условии просто, что контент одинаково важный. Это надо запомнить. Либо карта сайта может быть глубокой, что означает более простое меню, но требует больше кликов на пути к цели. То есть будут подкатегории или даже какие-то отдельные страницы с категориями. И так далее. С сайтом вообще, на которых много продуктов, например, озон, на который я буду часто ссылаться, чаще всего подходит вот как раз таки глубокая архитектура. Иначе размеры меню будут выходить за все вообще возможные рамки. А сайты по типу нашего ютуба, где все строится вокруг нас, пользователей и аудитории и видеороликов, обычно плоские есть главные тренды и все. В принципе, там сразу ролики есть. Но помимо карты можно нарисовать блок схемы. Ну или по-английски флоучарты. Это, так сказать, способ визуализировать информацию, как поток каких-то выборов, которые должны привести к результату. А результатом может быть выполнение любого процесса в системе или какого-то пользовательского сценария. Флоучарты, ну, схемы, бывают разные. И ты можешь встретить на самом деле разные формулировки на разных ресурсах или даже у разных людей в логах, в статьях или даже в будущем на работе. Но базово каждая блок схема состоит из ряда символов или, проще говоря, геометрических каких-то фигур. А давай вот эти вот фигуры и рассмотрим, собственно. Овал, он показывает просто старт или конец действия. То есть точку хода и выхода из нашего сценария. Процесса или сайта или приложения. Все банально просто. Есть фигура прямоугольник, который символизирует просто какой-то процесс. И неважно, начало или конец процесса. Это просто процесс. Есть параллелограмм. Такой вот прямоугольник под углом. Показывает шаги в процессе. Или вот, или вывод данных. Все просто. А фигура ромба означает вопрос. Условия или решение. То есть внутрь этой фигуры ромба, да, можно записать вопрос. Например, пользователь зашел на сайт. Если да, то обчертим линию до главной страницы. Если нет, то рисуем другой сценарий взаимодействия. И раз уж зашла речь вот об этих всех стрелках, то стрелка обычно используется, ну, логично, для указания направления, куда сценарий приводит пользователя. И стрелками мы соединяем, соответственно, все эти фигуры. Вот так элементарно и просто. Есть отдельная категория. UserFall. Это в целом все схемы о пользователе. И о том, как он идет от одного сценария взаимодействия с интерфейсом, ну, логично, к другому. Акцент на взаимодействии. Вот прошу это заметить и запомнить. И это либо часть, да, вот либо часть, либо весь путь приложения. То есть все, все это в общем. Соответственно, это либо схема, либо гибрид из схем и экранов. Сейчас я поясню. UserFlow, вот этот, о котором я говорил, так сказать, это последовательность действий. И делится он на определенные схемы. Есть схема TaskFlow. Это flowchart. То есть обычная схема, которая показывает, что делает пользователь на каждом шаге. Для выполнения, ну, цели или отдельной какой-то задачи. А как мы помним из видео, карта истории, да, вспоминаем про шаги. Кто помнит, молодец, а кто не помнит, это UserStory. Шаг. Пользовательская история, соответственно. Тут важно просто запомнить, что это схема между пользователем и системой. Вот и вывод данных. Ну, еще какие-то состояния. Но это не страницы, не экраны. Идем дальше. Есть WireFlow от слова Wireframing. Показывает то, как твои схематичные, низкодетализированные наброски просто будут связаны между собой. То есть вместо блок-схем, о которых я говорил, фигур, будут какие-то грязные зарисовки интерфейсов. Я расскажу тебе подробнее про Wireframing и про основы прототипирования в ближайшем видео. Но, по сути, в действительности, это грубые какие-то наброски на бумаге. Или, так сказать, низкодетализированные макеты. дизайна. Без проработки, на которых просто есть схематичное расположение. Ну, основных, понятно, элементов, блоков, контента, содержания. И в целом намечена просто структура продукта. Но без всяких визуальных красивых штук. Понятно? Окей. Тут просто главная навигация. Есть последний тип. ScreenFall. От слова Screen, ну, мы все его знаем, это экран. Просто такие схемы будут показывать связку уже из готовых, проработанных, детализированных каких-то макетов. То есть, по факту, это лишь разница в степени в детализации между предыдущим примером, между Wireflow. Все. Главное, как уже и обычно, не запаривайся. Подбирай или комбинируй то, что работает для тебя и команды. Вот и все. Следующий вопрос. Как же начать это все делать? Если ты пообщался с командой, прояснил требования, провел исследование, например, поговорил с потенциальными пользователями или существующими, а в случае, допустим, если ты провели вторичные исследования, то нашел ты какие-то данные полезные в интернете, посмотрел там конкурентов и так далее, и выделил заодно список задач, целей, выделил самое главное из этого списка, возможно, даже провел карточную сортировку, то ты готов начать. А если всего этого не было, ну, по ряду причин, ну, такой в действительности бывает, ты еще учишься, то пользуйся тем, что я тебе рассказываю своим опытом и чутьем, так сказать. Но давай предположим. Итак, зная, например, то, что наиболее важной функцией, предположим, мобильных сервисов по заказу поездок, опять же, возьмем, в пример, сервисы такси, Яндекс.Такси, Убера, что там еще, Ситимобил, Болт, Гет и прочих всех остальных, то эту страницу логично стоит сделать главной, так как она, что имеет? Имеет наибольшую ценность, как для пользователя, так и для бизнеса, очевидно. И, понятное дело, точек соприкосновения с продуктом. То же самое справедливо, и, например, для, ну, банальных интернет-магазинов. Выделять какие-то акции на главные, товары или категории, обзоры и прочее на главную страницу, соответственно. И, в общем, выстраивать просто так структуру, таким образом, чтобы она отвечала запросам как пользователя, так и бизнеса. Возьмем, например, мобильное приложение, вообще отстраненное, например, Spotify, и попробуем спроектировать информационную архитектуру от обратного, ну, то есть от обратного. Проведем, так сказать, обратный инжиниринг, то есть исследование в некотором виде, суть которого просто взять готовый продукт, и цель этого исследования просто узнать то, как он устроен. В общем, погнали, сейчас все объясню. Итак, разберем, собственно, Spotify, мобильное приложение, потому что это достаточно быстро и просто. Сразу скажу, что работать я буду в Миро, потому что, ну, он бесплатный до определенных функций, скажем так, для определенных функций, и у него есть превосходные шаблоны. Собственно, один из них я использую. Сейчас я удалю по нажатию клавиши DEL. Вот он, я недолго думал, недолго искал, просто добавляю, и, собственно, вот он наш шаблон, с которого мы начнем. Далее, как ты видишь, здесь у нас есть фрейм. Создается он просто, я выбрал этот инструмент, фрейм. Он, собственно, создался произвольной формой, я его могу менять. Ничего сложного в этом нет. Картинки я просто перетащил, предварительно сделав скриншоты. В общем, погнали. Конечно же, нам нужно с чего-то начать. Ну, логично. Идем дальше. У нас должно быть определено, ну, первое что, навигация. С чего мы начнем? Из-за нас это уже, в принципе, сделали, но если бы мы думали, конечно же, это была бы какая-то главная. В принципе, можем так и написать. Далее у нас есть поиск. Search. Затем у нас есть библиотека. Разумеется, вся библиотека нашей музыки. Your library. Окей. Никакого четвертого пункта в навигации у нас основной нет. И идем, соответственно, далее. А далее у нас есть на главной определенные блоки информации, которые мы, соответственно, должны внедрить в нашу, так сказать, карту информационную архитектуру. Идем дальше. В общем, у нас есть на главной следующие блоки. По нажатию, по выделению, скажем так, по клику я выделяю. Этот узел нажимает Tab и создается новый. Собственно, у нас есть блок информации, который так и называется. Recently played. То есть то, что недавно проигрывалось. Вот, как видно, я слушал именно МАС. В общем, нам не нужно писать конкретного каждого артиста. Нам нужно именно смотреть на то, какие блоки информации, какой контент у, соответственно, недавно проигранного будет какой-то артист. Идем дальше. Мы видим здесь еще внедрение блоков по типу каких-то конкретных мини-плейлистов, которые я, в принципе, слушал. Но мы не будем это записывать. Мы можем просто так же, опять-таки, записать, что это могут быть плейлисты. Вот и все. Идем дальше. Вы, конечно, видите лишь начало скриншота. Но я пущу в скринкасте видео, где я проскролливаю вниз эту страницу и каждую последующую. И, соответственно, показываю вам весь контент. Идем дальше. На главный, соответственно, есть следующий блок. Часть его видно. Это uniquely yours. Соответственно, то, что, типа, уникально конкретно для меня. И оно идет на главный. Соответственно, я нажимаю также tab. Также называю, соответственно, ну, эту категорию. И смотрю, что там есть. По факту, там плейлисты. Логично. Но с одним ограничением то, что у него есть описание. Кстати, забыл. У артиста есть name. Ну, даже, не знаю, в случае уникальной, точнее, не уникальности, а консистентности, я просто буду добавлять title. То есть, заголовок есть какой-то. Соответственно, здесь у нас есть также те же самые плейлисты, которые нужно написать, что они есть. И здесь есть, соответственно, конкретно description, то есть описание. У плейлиста есть описание. Идем дальше. На главный также у нас находятся популярные плейлисты. И здесь, опять же, есть просто плейлист и описание. Как видишь, здесь очень репетативный, скажем так, процесс. Но он необходим просто для того, чтобы ты понял, как структурировать это все. Опять же, я могу быть не точен где-то, но далее у нас идет такой блок информации, как made.o. И я не буду писать свое имя, а напишу username, потому что это уникально для каждого какого-то конкретного пользователя. Здесь у нас тоже есть плейлисты конкретные. И, соответственно, есть также description. Как видишь, здесь все очень повторяется. И можно как-то это подумать, сократить. Вот как это можно сократить, это уже, соответственно, относится к вопросу к тебе. Чуть позже я могу, в принципе, показать, как это сделать. Далее. Что у нас есть? Есть уже тематические подборки, типа вот, секунду, chill. Есть какие-то еще подборки, но, в принципе, мы можем это как-то обозвать. Типа, я даже не знаю, уникальные, опять-таки не подходит, у нас уже уникальные были. Но оставим chill playlists и, в принципе, остановимся на этом. Потому что я не хочу, опять-таки, затягивать хронометраж видео и твое время. В общем, самое важное, что есть, помимо тематических плейлистов, есть еще и подборки конкретного артиста. Это важно. И мы тут как раз-таки, опять-таки, используем тот принцип, который мы использовали для юзернейма. То есть мы можем написать artist, то есть конкретный артист. И, соответственно, просто выдвигать плейлисты. Все то же самое. Далее у нас на очереди по факту все то же самое. И, как ты видишь, здесь очень много репетативности в самом процессе как таковом. Поэтому давай просто перейдем на поиск. Что касательно поиска, здесь уже немножко дает интереса Spotify. Поскольку у нас есть сразу разделы. Во-первых, у нас есть персонализация. Персонализация, которая конкретно к нам обращается и говорит. Вот твои топ-жанры. И здесь будет конкретный жанр. Нам, в принципе, без разницы, что это. Потому что в рамках информационной архитектуры это уникально будет спрограммировано для каждого пользователя. Что касательно всего остального, у нас есть сразу возможность посмотреть все доступные жанры в Spotify. И здесь то же самое будет. Жанры. Соответственно, весь этот поиск заканчивается конкретно этим. Мы выбираем конкретный жанр. И, соответственно, попадаем в конкретную категорию. Будто рок и так далее. И вот как раз таки это уже нам нужно описать. Что будет, когда мы выберем какую-то категорию. Ну, допустим, если мы выбрали какой-то жанр, рок и поп, неважно. Мы сразу должны увидеть популярные плейлисты этого жанра. Что мы, собственно, и будем видеть. Мы будем видеть также новые релизы в этом жанре. Мы будем также видеть категорию какого-то другого контента. И так далее. Что мы можем увидеть, например, у последних релизов. Во-первых, если детализировать дальше, да, в отличие от хома. Мы можем детализировать тип контента, формат контента. Какой будет у нового релиза. Мы так и пишем. Мы выбираем какой-то релиз. И какой у него будет тип контента. Еще дополнительный. Понятное дело, что это будет картинка. Понятное дело, что это будет артист. И понятное дело будет, что это название альбома. Album title. То есть заголовок альбома. И вот такой тип контента мы, собственно, проходимся по всему. Это, в принципе, не сложно, когда уже приложение готово. Но когда оно не готово, да, когда ты в поисках. Ты общаешься с командой, клиентом, потенциальными пользователями. Смотришь на конкурентов и так далее. Что касательно моей библиотеки, да. То мы, соответственно, просто-напросто будем видеть какие-то конкретные сохраненные плейлисты. Соответственно, так и будем писать. У меня есть плейлисты. У меня есть какие-то артисты. У меня есть какие-то альбомы конкретные. Соответственно, все абсолютно то же самое. И, как видишь, для дизайна продуманная такая информационная архитектура просто работает на ура. По той простой причине, что мы консистентно все располагаем. Консистентно все, скажем так, проектируем сразу же. Мы знаем, какая информация нужна. И мы можем унифицировать дизайн. Таким образом, сэкономить время на разработку дизайна. Да, на проектирование, на сам дизайн. И на разработку непосредственно самого приложения. Потому что это будет просто для реализации. Все везде одинаково. Вот и все. Да, я здесь не касаюсь поиска в отдельных категориях. И, в принципе, поиска. Но данный подход позволяет тебе, во-первых, натренировать глаз на то, какой тип контента, какая структура у приложений бывает и в целом. И, собственно, попробовать. Не обязательно использовать конкретно это приложение мира, я имею в виду. И конкретно Spotify. Можно использовать любое другое твое любимое приложение или игру. Конечно, с играми немножко посложнее. Но, в целом, существует и такой метод. Что касательно инструментов. Ты можешь использовать такие, как Wimsical. Дальше есть, если не ошибаюсь, MindMeister. Вот он, собственно. Здесь есть бесплатный аккаунт. И, в принципе, есть Wimsical. У него тоже есть бесплатный аккаунт. Я могу показать ScreenFlow, точнее, информационную архитектуру. Но только издалека. К сожалению, я не могу показывать какие-то семенцовские штуки в рамках NDA. Соглашение, а не разглашение информации. Убы. Но, в целом, вот так это работает. Это, скажем так, мини-исследование наше по информационной архитектуре. Что касается того, как можно было бы вот это унифицировать и вообще понять всю эту структуру, когда там твой коллега будет видеть или человек со стороны. Все очень просто. Клиент и так далее, команда. Тебе нужна легенда. Для этого ты можешь просто-напросто задизайнить как-то, в принципе, вот эти блоки. То есть покрасить цветом конкретный, чтобы просто подчеркнуть, что это вот, например, так, ну, безумно, конечно, выглядит, но так у нас выглядят все плейлисты. И затем ты просто-напросто, собственно, рисуешь похожую форму и где-то в рамках какой-то сноски. И говоришь, что вот именно так выглядят плейлисты. Все очень просто и элементарно. Не надо усложнять себе жизнь и другим. Не нужно выдумывать и это вещи. Да, они уже, в принципе, ну, могут быть готовы. То есть, как бы, это нормально. То есть, вот, ты понимаешь сразу, что это плейлист. Когда у тебя будет здесь сбоку где-нибудь расположена легенда рядом с твоей картой. Вот и все. Что делать после того, как ты нарисовал, Иоанн? Как я уже сказал, информационная архитектура это чертеж. Схема, диаграмма или, опять-таки, таблица. И опять же, я повторюсь, используйте только то, ну, те артефакты, которые работают конкретно для вас и команды. Затем нам нужно, собственно, начать проработку в аэрфрейме. Это техника, где ты грубо зарисовываешь схематическое, так сказать, представление дизайна. Без деталей. Так сказать, просто скелет сайта или приложения. Чаще можно еще, часто, точнее, можно встретить банальный такой термин, как каркас сайта или скелет сайта. Ну, типа того. Но зарисовка в аэрфрейме и прототипирование – это отдельный следующий ролик. Поэтому у меня, ну, все. Дальше будет вторая часть видео, где я буду подробно рассказывать об информационной архитектуре. Но перед этим советы. Есть такой чувак, Дэн Браун. Ну, такой чувак, он проектирует информационную архитектуру более 20 лет. И он разработал 8 принципов ИА – информационной архитектуры, которые могут послужить, ну, так сказать, хорошей отправной точкой или базой для любого проекта. И первый принцип – это принцип объектов, согласно которому ты должен смотреть на контент в целом, как на развивающуюся сущность, которая имеет собственный жизненный цикл, имеет, понятное дело, разный контент. Потому что, ну, разные атрибуты там есть, и поведение в целом у контента, и это нужно учесть при проектировании дизайна. Пример. Ну, контент на ютубе можно и нужно загружать, и для этого есть разные сценарии для старта цикла. Затем нужно заполнить какие-то атрибуты, да, мета-информацию, теги будущего ролика по типу там описания, названия, вот это вот все и так далее. После этого нужно отметить, для кого контент, затем указать заставки, если это нужно, дату публикации, если это нужно и в конце только выложить. Вот и все. Второй принцип. Принцип выбора. Принцип означает то, что у пользователя должен быть выбран. Как с тем же, ну, вот ютубом, давай про него. На главной странице я могу загрузить видео из этой кнопки, или из творческой студии уже, но уже по другой кнопке, судя по ее дизайну, она другая. Тем не менее, вы должны убедиться, что выбор будет сосредоточен на чем-то конкретном, в данном случае на загрузке видео. Слишком много вариантов, так сказать, может запутать пользователя. Вот и все. Иногда информацию также стоит подавать в виде иерархии, ну, про нее мы уже говорили, категории, субкатегории, вместо того, чтобы приводить ее просто, ну, так сказать, длинным сплошным списком. Давай дальше. Третий принцип. Принцип раскрытия. Важно дать пользователю здесь необходимую ему информацию, однако стоит убедиться, что это действительно то, что ему нужно, а не то, что, ну, вам захотелось дать. Принцип говорит, грубо говоря, о том, что нужно сразу давать, ну, понятное дело, пользователю необходимую информацию для понимания, то есть, что он сможет найти на других страницах сайта, а что, собственно, нет. Информацию нужно подавать порционно, то есть постепенно. От страницы, ну, там, к странице, вот и все. А не пытаться, вот как я уже все это повторяюсь, вывалить все и сразу на юзера. Иногда еще подается, попадается, точнее, это все в виде подсказок, когда мы наводим на какую-то иконку или элемент в интерфейсе, собственно, а иногда по клику может раскрываться дополнительная информация. Опять же, ты видишь примеры с YouTube. Вот и все. Четвертый принцип — это принцип примеров. Использование принципа, вот этот вот принцип примеров, существенно просто улучшает пользовательский опыт UX. Например, когда вы заходите в определенную категорию товаров на Амазоне или других интернет-магазинах, тот же Озон, на сайте выводятся просто карточки товаров с фото, которые попадают в эту категорию. И тут вы все понимаете, а, ну да, вот я тут. Это просто помогает пользователю сориентироваться, особенно если он не до конца понимает какое-то название категории. Вот и все. И пятый принцип. Принцип открытых дверей. Это про главную страницу. В общем, это мой перевод. Ну, вполне вероятно, в общем-то, ну, к примеру, опять же, что половина посетителей попадает на твой сайт не через главную страницу. Это вполне возможно. Это значит, что любая страница должна содержать необходимый минимум текстовой информации, чтобы пользователи просто поняли, где они находятся. Также это лишний раз подтверждает и то, что я говорил, в принципе, в пункте номер три. Не нужно пытаться уместить всю информацию на главной странице. Это плохо. Шестой принцип. Принцип множественной классификации. Этот принцип говорит о том, что разные пользователи используют ваш сайт банально по-разному. У них могут быть разные методы для нахождения одной и той же информации. Чуть позже я об этом в подробностях буду говорить. В общем, например, одни будут пользоваться поиском, другие предпочтут просто что-то искать, блуждать по сайту, контенту. И контент нужно адаптировать к этим различным сценариям пользовательского поведения. Предпоследний принцип. Седьмой принцип фокусированной навигации. Не так важно на самом деле, где находится меню, важно то, что на нем написано. И постарайтесь, чтобы ваше меню и панель навигации в сайте или приложении показывали, где находятся пользователи. Сейчас и, в принципе, куда он может еще попасть с текущей страницы. Опять же, YouTube. Возьмем творческую студию. Он подсвечивает красным активный пункт меню и даже подчеркивает тут сбоку. И последний принцип, восьмой принцип роста. На подавляющем большинстве сайтов контент может меняться. Логично. Количество контента у вас на сайте сегодня может быть лишь малой долей того, что может быть там завтра. В общем, организуйте контент таким образом, чтобы банально позволять ему в будущем расти. Контента может стать много, действительно. Причем не только в плане там расширения какого-то конкретного текстового блока. Просто контент может добавляться совершенно разных типов. Про форматы мы поговорим. Все эти принципы в большей или меньшей степени будут применимы к тому или иному проекту. Вот и все. А теперь останутся только те, кто хочет узнать больше. Долго же вас ждать пришлось. В общем, что учитывать при проектировании? Перед тем, как я расскажу об этом, тебе нужно учитывать и понять контекст. То есть цели бизнеса, финансирования, технологии, то есть ресурсы ограничения. Мы много раз про это говорили. Следом нужно помнить, конечно же, о пользователях. То есть учитывать аудиторию, ее задачи, потребности, а также и то, какие действия они будут совершать для решения задач или при поиске вот этой самой информации. И, наконец, не в последнюю очередь, что нужно учитывать? Содержимо. Контент. То есть какие типы данных или документов есть у тебя на сайте, ну вообще в распоряжении. А также объем и текущую структуру, если она уже каким-то образом есть. Например, каталог каких-то товаров уже может быть, если это интернет-магазин или еще что-то. И давай рассмотрим эти аспекты подробнее. Ну, контекст и так далее. В общем, начнем мы с контекста. И я считаю, что мы все согласны с тем, что веб-сайты и приложения существуют в контексте конкретной компании, организации, корпорации, ну то есть бизнеса. И у этого бизнеса есть задачи, цели, стратегии, сотрудники, определенные процессы даже, технологии, а возможно даже культура, ну и конечно же денежки, бюджет. Компании все разные, хотя могут использовать одни и те же компьютеры или технологии. Точно так же и наши пользователи, которые пользуются одними и теми же устройствами и технологиями, блютуз и на все и так далее. Причем каждый день, но в разных ситуациях, в контекстах и для разных задач. Ну это все понимал, ну понятно. И вот информационная архитектура должна соответствовать контексту, а поэтому она уникальна и для сайта отдельного, и веб, и мобильных приложений. Все очень банально и просто. Содержимое. Контент сам по себе. Определение, ну широкое. Так как это и документ, и текст, и графическая информация, и метод данные, которые мы, так сказать, можем, ну которыми мы можем воспользоваться или найти на сайте, или опять же в приложении. Что такое метод данные? Это, короче говоря, дополнительная информация о содержимом или объекте. Ну вот, например, вот это видео, которое я сейчас снимаю, имеют разрешение Full HD. Также я снимаю на ISO со значением 200. И это метод данные файла, которые я получу после съемки. Что касательно самого содержимого, то у него есть владелец. Ну, то есть продуктом, в принципе, может кто-то владеть. Например, ваш бизнес, но еще и у бизнеса могут быть поставщики, грубо говоря, с которыми установлены какие-то лицензионные соглашения. Если проводить, приводить какой-то грубый пример, вот с нашим, опять-таки, Ютубом, то кто им владеет? Ну, понятное дело, Гугл. И при создании, то есть поставке условного контента надо понимать определение, определенные правила, принципы этого сообщества касательно авторского права и прочих лицензионных соглашений. Также есть и формат нашего контента. Но, но, давайте абстрагируемся от Ютуба, то форматы бывают разные. Это и PDF-файлы, это и Word-овские файлы, ну, док, понятное дело, картинки и прочее. И у каждого подобного формата есть своя структура. Ну, логично. Мета-данные, опять-таки, размер, динамика. И что касательно вот этой динамики, странное слово по части формата и контента, то тут я имею в виду скорость роста данных. Опять же, про расширение контента. Например, вот с 2012 года, опять же, каждый час на Ютубе загружать более 30 тысяч видео. Поэтому, чтобы не потеряться в этом всем, подпишись на меня, если ты новый. Просток лайк и поделись. В общем, давай к пользователям. Ну, тут все просто. Знаешь ли ты, кто посещает твой продукт? Знаешь ли ты, кто, как они, собственно, работают с твоим продуктом? Знаешь ли ты их боли? Знаешь ли ты, почему они выбирают твой продукт, а не там конкурента? Ответы на такие вопросы можно получить. Конечно же, я буду повторяться, только если вы выйдете из зоны комфорта и просто поговорите с пользователями. Ну, все логично. Но, в общем, я уже говорил про это в ролике и про персонажей, и про интервью. Так что повторяться не стану ради экономии времени. Хронометраж вон еще у нас тут где-то будет какой. И мы уже знаем, что главное, конечно же, пользователь. Информационная архитектура и начинается, собственно, с пользователя. И причин, по которым они приходят в продукт, а это, собственно, потребность в чем-то. Ну, логично. Они, потребности могут быть разными. Как и модели, которые описывают то, что происходит во время поиска информации. И давай, собственно, рассмотрим какую-то модель. Ну, самую упрощенную модель. Где пользователь просто задает вопрос, а затем, ну, опять же, пользователь получает ответ. Конец. Это максимально простая модель. Она упрощенная. Ну, упрощенная модель информации, которая, по сути, представляет из себя. Вот. И сразу вывод. Конец истории. И такой подход не очень сам по себе. Потому что так просто бывает, ну, редко. Обычно система, что мы проектируем, сложнее. Существует, конечно же, исключение. Например, пользователь может искать что-то конкретное. И на это что-то есть конкретный ответ. При этом он знает, где это искать. Ну, такое редко бывает, согласись. Но это, конечно же, исключение. Вот прям жесткое. Пользователи просто потому, что не всегда знают точно, где лежит то, что хотят они найти. Но ожидают при этом правильный ответ. Да, такое бывает. Также в этой модели еще учитывается только время, когда пользователь взаимодействует с информационной архитектурой. А все, что до, после, игнорируется. То есть, фактически, это как раз таки сам контекст. И суть подобной модели упрощенной в том, что искать информацию, ну, просто. Хотя в реальном мире это не так. Но это возможно, если сайт или приложение хранит факты, цифры и отвечает, ну, скажем так, на вопросы, для которых есть конкретные ответы. Приведу простой пример. Численность населения Санкт-Петербурга. При этом можно уточнить в каком-то году. В такой простой модели пользователь обычно знает, что он ищет. Ну, вопрос понятный. Как он называется или как оно называется и где находится. Теперь давай рассмотрим модель посложнее, где тебе придется найти хорошие апартаменты на Airbnb или отели с завтраком на Букинге. Пускай в том же Питере. И ты заметишь сам, даже у себя за собой в голове, что все не так уже однозначно. В этом случае тебе мало что об этом известно в принципе, о том, что ты ищешь. И ты будешь уже сам готов к тому, чтобы получить несколько полезных ответов или предложений выгодных. Кто знает. Пользователи в данном случае проводят своего рода исследовательский поиск, при котором они могут даже не знать, что, собственно, хотят узнать. Так как происходит это во время просмотра и, собственно, поиска информации. Вот такой вот исследовательский поиск. И, наконец, модель, при которой пользователь ищет всю информацию, которая вообще бывает поинтересующей его конкретной теме. В этом случае пользователь постарается, поверьте мне, найти всю информацию. Я сейчас приведу пример, проведя поиск с применением вообще всех возможных методов и способов. Как банальный пример подобной модели, поиск информации может быть Стас Айкак просто. Ну, его недавнее, так сказать, может уже давнейшее разоблачение на Моргенштерна. И мне кажется, Стас искал всю информацию, которая бывает по данному персонажу. И там уже, понятное дело, он пользовался всеми способами поиска информации. Конечно, эти три вида моделей, по сути, поиск информации, не описывает все потребности. Но, возможно, в них попадут очень многие из потребностей твоих пользователей. И вот так все просто. Потому что, так или иначе, для поиска информации пользователи вводят что-то в поиски. Переходят также от раздела к разделу по ссылкам. Или общаются к кому-нибудь за помощью чата, поддержки на сайте и так далее. В общем, все элементарно. Теперь давай поговорим, какие основные принципы информационной архитектуры, ну, бывают. Почти всегда пользователи приходят на сайт мысленно, уже составив типичный список вопросов, которым можно заранее подготовить ответы. И более того, ты как дизайнер сможешь сразу подготовить решение. Вот этот список вопросов. Где я нахожусь? Например, по логотипу или по заголовку можно сразу уже понять. Учти это. Например, интернет-магазин фермерских продуктов. Как узнать о чем-либо? Еще вот вопрос. Что есть на этом сайте? То есть, надо показать контент. Затем идет вопрос. Как осуществить поиск? Если сайт большой, то элемент поисковой строки должен, ну, собственно, быть. Как связаться с компанией на этой странице? Помимо веб-сайта, понятное дело. В шапке сайта можно также расположить телефоны, другие каналы для связи. Какие события происходят в компании? Что происходит в данный момент? Как перемещаться по страницам для поиска? То есть, что еще есть на этом сайте? Помимо страницы, на которой я, собственно, нахожусь. Как вернуться на главную? Или начать все с самого начала? Где получить там подсказку по работе с этим сайтом или продуктом? Или по конкретной отдельной функциональности сайта? Я уже здесь был, поэтому можно мне сразу попадать в нужное место? Вот, собственно, такой список вопросов. Для всего этого есть различные компоненты, о которых мы вот скоро поговорим. Но нужно понимать сразу, это очень сложная тема глобально. Есть четыре категории этих компонентов. И вот о них мы поговорим. Система организации контента по категориям. Например, по теме или хронологически. Это первая категория, большая. Система обозначений. То есть, с помощью употребления какой-либо терминологии. Все элементарно. Третья система. Категория, так сказать, систем. Система навигации. Ну, в которой есть различные способы просмотра или перемещения информации. Вот и все. Например, когда мы кликаем, чтобы раскрыть следующий уровень иерархии. Вот и все. И последнее. Системы поиска. Например, ввода какого-то запроса. Ну, элементарно, мы все пользуемся поиском. И давай начнем с систем организации. И в рамках этой категории можно организовать будущую информационную архитектуру, скажем так, в различном виде. Но, сперва, надо поговорить о причинах, почему это, в принципе, сложно. Это сложно. И давай разберем, почему. Первая причина – это неоднозначность. И неточность в организации информации как таковой в принципе. Поскольку это норма. Ну, потому что мы люди. А люди используют язык. А языку свойственна неточность. Приведем пример. В английском языке. Одни и те же слова, если кто-то знает английский язык, могут иметь несколько значений. А британцы и американцы еще могут называть одни и те же предметы, но разными словами. Ну, конечно же, мы не исключение в этом случае. В богатом русском есть куча синонимов. И даже англицизмы мы используем, с помощью которых можно выразить что угодно и как угодно. Это путает. Взять хотя бы помидор. Который по словарю Уэбстера – это плод, который употребляется в виде овоща. А с точки зрения ботаники – это ягода. И тут мы все такие. Так это овощ, фрукт или ягода? В общем, наши сайты и приложения, очевидно, сложнее помидора. Поэтому трудности в классификации информации здесь побольше очевидно. Вторая причина, почему это сложно – это неоднородность. Поскольку сайты состоят из разных типов информации. Например, на одном сайте могут быть представлены, скажем так, и статьи, и журналы, и файлы различных форматов и так далее. И тому подобное. Третья причина заключается в разных точках зрения. У нас у всех свое мнение и взгляд на вещи. И я тут просто спрошу у тебя, собственно, тебе приходилось когда-нибудь разбираться, скажем так, в чужом компьютере, разбираясь, где находятся какие-то файлы или вообще какой-то бардак происходит, и не понимать при этом, чего, почему на компе твоего приятеля все так нелогично и организовано все херово. Это же очевидно, что эту штуку надо сюда поместить, а эту туда, ну, в общем, ты понял. Или когда тебе самому говорят, как что-то найти на чужом компьютере. Вот в этом и разница между нами. У нас разные точки зрения и подходы к организации информации. Это называется, грубо говоря, ментальные модели. Ментальные модели – это предположения, которые люди имеют в своем уме до того, как они взаимодействуют с приложением или веб-сайтом. Информацию легче обнаружить. Когда? Ну, когда она находится в месте, которое соответствует нашим ожиданиям. Вот и все. Соответственно, ожиданиям пользователя о том, где эта информация должна быть. Все просто. Давай к примеру. Например, когда пользователь ищет контактную информацию, и первое, что он ищет, это страница. Ссылка или раздел с надписью «Свяжитесь с нами» или «Контакты». Думаю, ты понял, к чему я веду. Ну и давай еще одну причину, которую можно часто встретить. Это внутренняя политика организации. В общем, у компаний разных могут использоваться, так сказать, конкретные формулировки для конкретных вещей. Или то же самое может касаться процессов, к которым все уже так привыкли. Вот так просто. Но просто не будет новичкам в компании, поскольку их точка зрения может отличаться. Но тут уже решать только тебе. Предлагать что-то свое решение или пойти просто на компремисс, используя то, что уже есть. Есть разные типы схем в системе организации контента вот в этой категории. И давай поговорим об этом. Есть точный тип. Это самая простая схема. Например, по алфавиту. Такие точные схемы организации разделяют информацию на определенные взаимоисключающие части. Если тебе известна фамилия человека или имя, то у себя в контактах, аналогично, на телефоне, ты точно найдешь этого конкретного человека. Банально, потому что ищешь известный элемент. Аналогично этому же принципу работает организация про хронологии. Например, поиск в каком-нибудь блоке по дате. Или, например, поиск авиабилетов. Очень грубый пример, но как бы все же подходит. Точно так же работает организация и по геолокации. То есть по географическим признакам. Карты, всем нам известные. Например, даже когда ты фильтруешь людей в контакте по городу или стране, это тоже признак геолокации. Помимо этого всего, есть точных схем. Есть неточные. Это как раз таки категории, которые мы сами определяем в своих продуктах. Они неточные, потому что возвращаемся к проблемам в целом. Язык, ментальные модели и т.д. Однако вспомним свой опыт. Ну, посещение разных сайтов и веб, и мобильных приложений. Все организовано не точно. То есть используются какие-то категории. Но почему? Потому что чаще всего мы не знаем, что ищем. Вот так все просто. В одних случаях неизвестно точное название, в других мы сами сформулировать не можем, чего хотим и т.д. В общем, все просто. Есть еще схема организации по темам. Например, какие-то агрегаторы новостей. Возьмем, в пример, новостной сайт StopGamer, на котором, безусловно, есть разные темы. Тут и игры, и новости, и статьи, и стримы, и т.д. Это популярная схема организации контента, но она сложная, поскольку нужно и важно определить, так сказать, широту охвата всех тем. Тебе будет странно видеть в разделе стримов, стримов, личные блоги, так ведь, ну, это логично. Следующая схема – это организация по задачам. Тут контент связан с процессами, функциями или задачами. Такие сайты вообще сложновато встретить в реальном мире, где все подчинено каким-то конкретным задачам. Но приложения такие встречаются. Например, возьмем десктопное приложение «Знакомый Word», в котором есть организация всех функций по задачам. Например, вид, ну, задача вид организовать, рецензирование или макет. Каждая вот эта вкладка, по сути, отвечает за свою задачу, функции и процессы. Вот так просто. И последняя схема организации – это по аудитории. Тут надо сразу иметь в виду, что подобная схема работает, если у вас есть хотя бы две четко различающие аудитории, различающиеся аудитории, которые, к тому же, еще многократно ваш ресурс посещает. В рамках этого типа схем в системе организации структуры контента важно понимать и то, что это может быть два разных сайта. Вот так просто. Часто такое можно встретить, правда, у корпораций. Например, у Сименса, да, вот где я работаю, есть внешний сайт, simens.com. Но для сотрудников внутри есть отдельный сайт, доступ, в который обычным посетителям не получить. Все просто. То есть практически у каждой крупной компании такое есть. Думаю, суть ты уловил. И да, ты можешь миксовать между собой все эти типы, но учти просто, что это может создать путаницу. Микс из разных типов может быть пригоден, если у тебя есть неглубокая структура контента. За примером далеко ходить не будем и не надо. Есть интернет-магазины книг. Мы все их знаем. Возьмем Лабиринк, к примеру. Тут видим сразу и по аудитории, и по теме функциональные схемы организации контента. Поэтому если в этом случае это работает, то вдвоем может быть уже и нет. Следом идут системы обозначений. Тут очень просто. Надо лишь помнить и понимать то, что названия ссылок, заголовков, пунктов меню должны быть понятны пользователям. А для этого надо использовать привычные слова для уже знакомых всем и всех элементов. Например, ссылка «Как с нами связаться» или пункт меню «Контакты». Это ведь понятнее, чем если бы ты написал «Напишите нам» или «Мы общительны». Ведь сразу вопрос. А что если я не хочу писать вам и общаться, а затем ждать ответа и хочу позвонить? И пользователь будет ожидать, переходя в подобный раздел информацию с адресом, телефоном, факсом и электронной даже почтой. Также тебе следует не использовать жаргон там, где аудитория не готова к нему. Такими местами являются обычно ссылки, заголовки, пункты меню в навигации или какие-либо указатели. Тут не существует какого-либо стандарта, но есть несколько вариантов, к которым мы все уже привыкли. Я думаю, ты их знаешь. Например, основная страница сайта часто называется как? Ну, главная или домашняя страница. Вот и все. Поиск называют все словами. Поиск, найти или искать. Карту сайта так и называют. Карта из сайта. А еще бывают обозначения по типу содержания, оглавления, как в книгах, или указатели. С контактами, ну, мы разобрались уже. А что касается помощи, то тут знаменитая ЧАВО, FHQ, новости, объявления. Что касается рассказа о компании, то тут еще могут быть такие пункты и формулировки типа о нас или кто мы, кто мы такие и так далее. Не забывай еще и то, что в интерфейсах есть иконки, которые могут что-то значить и обозначать, соответственно. Некоторые иконки, кстати, разные в зависимости от системы, поэтому с этим тоже аккуратнее. Просто помни про содержимое пользователей и контекст. Учитывай все это. И надо поговорить про систему навигации. Даже если ты выбрал систему организации по какому-либо из перечисленных мною типов схем и написал обозначения, которые понятны твоей аудитории, то все равно существует вероятность, что пользователи просто могут запутаться. Потому что нам всегда нужна навигация, которая обеспечит понимание текущего контекста. Ну и, конечно же, даст нам дополнительную гибкость в перемещении по приложению или на сайте. Если провести параллель между сайтом и зданием, то структура и организация — это помещение. А навигация по всему этому зданию — это двери и окна. Есть несколько типов систем навигации. Глобальные, локальные и контекстные. Кроме них, существуют еще вспомогательные системы навигации, но о них попозже. Перечислю просто. Это карта сайта, указатели и какие-то руководства. Но они чаще находятся вне страниц содержимого, вне контента. Эти вспомогательные системы дают иной способ просто доступа к той же самой информации. Опять же, та самая карта сайта позволяет взглянуть пользователю на весь сайт с высоты птичьего полета. Ну, для того, чтобы не потеряться, в торговом центре приведу сразу пример. В парке или большом музее в определенных местах стоят, ну, стоят что? А на них есть знакомый и полезный ориентир всем нам, размещенный в определенном месте, который называется «Ты находишься здесь». Все просто. Согласись, это отличный способ понять контекст того, где ты сейчас. Ведь без этого пришлось бы, ну, банально сложно. Поэтому важно и в навигации твоего продукта продумать эту ситуацию. Ведь пользователь может сразу перейти на конкретную страницу, минуя главную страницу, или воспользовавшись вообще поиском, или ему кто-то скинет прямую ссылку на что-то и потеряться. Для этого есть минимальное рабочее решение. Шапка сайта, в которую ты, собственно, поместишь название компании, ее логотип и прочие элементы. Шапка должна быть на всех страницах сайта. Если у тебя уже есть готовый сайт, то проверь его на нескольких пользователях или даже самостоятельно. С помощью простого элементарного теста на навигацию. Вот основные этапы этого мини-теста, так сказать. Пропусти главную страницу и перейди сразу где-нибудь в середину сайта. Выбрав произвольно вот эту страницу, попробуй определить свое местоположение на сайте. В каком основном разделе ты находишься? Где находится главная страница? Можешь ли ты, допустим, определить, куда попадешь с этой страницы еще? Достаточно ли хорошо описаны ссылки, чтобы можно было просто понять, куда они ведут? Достаточно ли заметно, например, различия между ссылками, чтобы можно было, ну так сказать, выбрать наиболее предпочтительную ссылку? Как ты уже понял, глобальная система навигации, ну это шапка, условно, должна присутствовать на каждой странице сайта. Чаще всего реализуется в виде пунктов меню и в каких-то прочих вспомогательных блоках, ну логотип и так далее. И располагается в основном в верхней части страницы. В общем, глобальные системы имеют и дают доступ к глобальным, ну главным разделам или функциям, независимо от того, где находятся пользователи в данный момент. Локальные же системы навигации зачастую просто дополняют глобальную. Например, я могу в Озоне перейти в каталог книг и увижу локальную систему навигации здесь сбоку. Локальных систем, собственно, в помощь пользователю могут даже давать несколько, но учти, что иногда это путает, как здесь вот на Озоне сверху. Че за бред? Потому что допускаю, что тут просто дизайнер что-то не учел, либо я привык, что такие визуальные элементы банально напоминают мне теги, которых может быть несколько для фильтрации. Собственно, выделено. Но суть локальной системы навигации просто в том, чтобы исследовать ближайшую область в категории. Вот и все. Ну и есть еще контекстная навигация. Этот тип подходит больше к интернет-магазинам, таких как, опять же, Озон, потому что самый яркий пример контекстной навигации присутствует на подобных сайтах. Видео блока «Смотрите так же» или какие-то сопутствующие товары, аксессуары. На других же сайтах, не интернет-магазинах контекстная навигация поможет или помогает, или может, в принципе, предлагать какие-то, в общем, дополнительные услуги. Например, страховку при покупке каких-нибудь билетов, путевок и так далее. Мы все это встречали. Это не про навязывание чего-то пользователю, сразу скажу, для просто поддержания эффекта исследования и обучения, соответственно, в продукте. Ведь пользователь может не знать то, что он, собственно, ищет. Я уже об этом говорил. А таким образом можно поддерживать связь между схожими товарами, предметами, новостями, услугами, сервисами и так далее. Просто, чтобы пользователь смог узнать о полезных продуктах, столкнуться и заинтересоваться какой-то темой, например, дополнительно, о которой ранее банально даже не знал. И это выигрыш. Ну, для бизнеса это дополнительное, понятное дело, продажи, а для пользователя услуга или информация. Главное, имей чувство меры. Не делай такие блоки важнее, чем сам продукт-контент. Ну и не пытайся их спрятать уж прям так сильно. Если они важны, то сделай так, чтобы они бросались в глаза, но не брали на себя все внимание. В общем, используй экономно-контекстную навигацию. Мы об этом поговорим в курсе плейлиста UI-дизайна. Что касается вспомогательных систем, то я уже упомянул вот эту карту сайта, но есть еще указатели. Ну, вот он на экране. В общем, еще могут быть также и руководства, которые должны быть такими короткими, со скриншотами и вообще сконструированы в виде, так сказать, ответов и на вопросы. Все. В общем, это инструкция, если она нужна. Ну и, наконец, последняя категория. Система поиска. В общем, прежде чем делать поиск, просто подумай. Зачем он? Есть ли у тебя 5 или 10 страниц на сайте? Есть ли у команды ресурсы на создание поиска? А будут ли пользователи вообще заморачиваться над поиском? Возможно, у тебя сервис по генерации мемов, открыток, порно-сайт, салон тату или любого другого визуального контента. А тогда пользователи будут, вероятно, смотреть на миниатюрные изображения и превьюшки, опять же, в YouTube. А не использовать там поиск сложный и вообще использовать его как таковой. В общем, если информации, конечно же, много, а навигации недостаточно, то поиск определенно нужен. Или пользователи явно вас попросят об этом, поскольку вспоминаю ментальные модели и вообще все, что я говорил ранее. Это паттерны поиска, информации, ну они у всех разные. Но наличие поиска, это уже устоявшаяся традиция. И, честно скажу, бороться с ней трудно. Главное, подумай над тем, какой поиск ты хочешь сделать и какой будет полезен, собственно, этот поиск. Я сейчас про фильтры и тут далеко за примерами, опять же, ходить не надо. Есть Google с предиктивным поиском, ну это когда он предугадывает твой запрос. А есть фильтры с галочками или радиокнопками для определения конкретно, что пользователь ищет. А также есть всякие слайдеры, например, для указания диапазона цены и так далее. Тут для всего этого нужно хорошо общаться с командой разработки, причем как с бэкэндом, так и с фронтэндом, чтобы понимать ограничения и, в принципе, возможности. Еще надо учитывать при проектировании поиска не только самого его наличия и дополнительных возможностей в виде фильтрации, которую я только что сказал, но еще и страницу результатов поиска. Просто подумай о том, в каком порядке ты будешь сортировать результаты, а именно в хронологическом порядке, по алфавиту, по релевантности. То есть, например, ну релевантность, что это? Как часто встречается слово наука, например, на маркетплейсе, кто все в том же озоне. В каких категориях, на каких страницах? Возможно, нужно выделить это слово или не надо. Возможно, нужно, так сказать, учитывать и популярность данного запроса. А что, если посмотреть вывод результатов по отзывам, предусмотреть просто это или по оценкам самих пользователей по рейтингу? А что, если выводить результаты только тот, который, скажем так, заплатили и проплатили компании? Вы же не думаете, что все просто так честно работает на пользователя? В общем, надо подумать. К тому же можно даже предусмотреть функциональность, сохранение истории поиска. Но это уже все мы знаем, все же чистили историю браузера. Да? Вот и результат. Вот такая вот она информационная архитектура. А я ведь рассказал лишь базу вам на самом деле. Если тебе вправду хочется все узнать, то есть Библия по информационной архитектуре. Сейчас вот здесь будет картинка на экране. Но сразу говорю, что мы в современном мире о книге. В книге это и старые примеры сайтов и прочего, которые могут показаться неактуальными. А также это все-таки книга по и про информационную архитектуру с точки зрения зрелой области, так сказать, и даже науки. Поэтому книжка занудная. И сразу скажу, и сразу предупреждаю, она выдвигает тезисы, так сказать, об отдельной профессии информационной архитектора. Что, на мой взгляд, в малых и средних проектах вообще странно было бы видеть. Это какой-то узкий кейс и тема. Поэтому мне надо вас и предупредить. К тому же, то, что я уже рассказал в этом видео, это две четвертых книги. То есть, если тебе интересно, то ты можешь начать сразу с третьей части читать про процесс создания ИА. Но как бы об этом я уже тоже сказал. Но на самом деле в книге шесть частей. Но шестая часть это старые примеры, как я уже сказал. Пятая про то, как доказывать то, что она нужна и то, что нужно проектировать Я. Но я об этом тоже упомянул. В общем, решать вам. Вся необходимая база и даже больше у тебя уже есть после этого ролика. С вами был Руслан. Большое вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. На этом все. Пока. И у тебя тоже есть информационная архитектура. Кости, лапки, хвостик, мордочка, да? Ой.